Но дело не только в сроках. Один из главных камней преткновения — граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландии. Сейчас ее фактически нет. В случае Брекзита Лондон настаивает на полноценном размежевании. Однако это может спровоцировать внутриполитический кризис. Тимур Сиразих с подробностями. Англичанам здесь не место. Так считают британцы из городка Кроссмаглин. У них на улице развивается триколор соседней Ирландии. На стене плакат «Борьба продолжается» и висят фотографии погибших бойцов так называемой Южной бригады. Лондон считает их террористами. Здесь думают иначе. Нет, это не террористическая организация. Они сражались за Единую Ирландию. Вы их поддерживаете? Да, конечно. Все их поддерживают. Абсолютно все. Южная бригада поддерживала подпольную организацию Ирландской республиканской армии, сокращенно ИРА. Во второй половине 20 века боевики устроили на острове настоящий террор. За 30 лет так называемого «Смутного времени» погибли 3,5 тысячи человек. Это было настоящее бедствие жить здесь. Ты не мог чувствовать себя в безопасности. Это была война. И куда бы ты ни пошел, ни поехал, везде нужно было быть на чеку. Затушить огонь вражды смогли в 98-м, когда и было подписано мирное соглашение между Британией, в которую входят Северная Ирландия, и Республикой Ирландия. Это независимое государство. Жителям Северной Ирландии даже дали право на двойное гражданство – Британии и Республике. Эта полная свобода перемещения устроила всех. Однако, если королевство все же выйдет из ЕС, то граница может снова появиться. Граница, разделяющая остров, есть только на карте. Поэтому здесь ты даже не знаешь, то ли ты еще в Ирландии, то ли уже в Британии. И это залог спокойствия и мира. Однако, эта идиллия может быть легко разрушена. Достаточно отремонтировать вот такие вот заброшенные здания у самой границы, сделать там казармы для солдат, а дороги перекрыть блокпостами. Для жителей острова это страшный сон, ведь резать придется по-живому. Вот самый наглядный пример. Автобаза располагается прямо на границе. Одна часть в Ирландии, другая в Британии. А в этом месте дорога петляет так, что ты постоянно переезжаешь из одной страны в другую. Здесь уже забыли, что значит жить в разных государствах. Это Британия, а это уже республика Ирландия. Многие фермеры имеют земли и там, и там. У многих людей двор в соседней стране, в Британии это нормально. И то, что сейчас может произойти, это очень-очень плохо. Правительство Королевства попыталось избежать катастрофы. Власти придумали механизм под названием «бэкстоп». Он позволяет Северной Ирландии оставаться в едином таможенном союзе и едином рынке ЕС. А значит, и граница будет по-прежнему прозрачной. Но именно из-за этого «бэкстопа» парламент Королевства накануне и отклонил договор о разводе с Евросоюзом. Ведь получается, что и вся страна остается в таможенном союзе. А это предательство Брекзита, считают депутаты. Сегодня парламент снова голосует. Депутатам предстоит поддержать или отклонить так называемый «жёсткий Брекзит». То есть развод без всяких соглашений. Однако, если его примут, то Дублина обещает ответные меры. Мы понимаем всю сложность ситуации. Понимаем, что по сути мы скатываемся к возвращению границы в случае жёсткого Брекзита. Да, мы не хотим, чтобы была граница. Но нам нужны гарантии того, что и Британия не будет возвращаться к границе с нами. Завтра третий раунд голосования. Парламенту будет предложено отложить Брекзит. Эксперты предупреждают в случае переноса даты развода. Выход из ЕС может и вовсе никогда не состояться. Тимур Саразиев, Дмитрий Волков, Григорий Емельянов, Екатерина Коряка, Первый канал, Лондон.